на вот эти вот новые явления. То есть вы считаете, что НВО все-таки существует, да? То есть они есть? Ну, очень много данных, конечно, которые говорят, что они существуют. Но объяснение, я пытаюсь дать объяснение там в журналах и так далее, но большинство специалистов, которые к этому не имеют отношения, считают, что этого ничего нет. Но зато 98% землян, как говорится, верят в Бога. А вы сами видели что-то подобное? Видел, конечно, и фотографировал, и видел. Но вот сказать, в далеке точка висит, там шар какой-то черный висит, в Иордане, допустим, я сфотографировал несколько раз. Но что это такое, я же там не был, не знаю. Вот это требует изучения. Из истории известно, большинство появлений летающих тарелок происходят в неспокойное время. И след этих тарелок уфологи находят даже в древних цивилизациях. Наблюдали НЛО и в Советском Союзе. Гипотезу, что это посланцы внеземных цивилизаций, высказывал сам Иосиф Сталин. Тогда специально была создана военно-научная программа «Сетка», целью которой было разобраться в природе НЛО. С помощью «Сетки» военные следили за безопасностью оборонных объектов. А Академия наук изучала все факты появления летающих тарелок. К удивлению ученых, из войск поступала масса сообщений о летающих тарелках. Особенно много информации приходило из авиационных частей. Прежде всего, была задача выяснить, существуют ли аномальные явления, так сказать, вообще. Этому способствовала книга Мензела, где он все аномальные явления объяснял какими-то отражениями, миражами галлов. Во-вторых, не сбрасывалась теория того, что это могут быть внеземные цивилизации. Третье – это выяснение возможного прикладного использования. Вот три основных этих, так сказать, линии, они велись. Почти всем летающим объектам найдено естественное объяснение. Это редкие природные атмосферные явления, научные эксперименты в ионосфере, запуски метеозондов и ракет. Изучая НЛО, ученые обнаружили и немало любопытных эффектов, которые позволяют менять традиционные принципы действия ракет и космических кораблей. Идея экрана планов, электромагнитных двигателей и двигателей, позволяющих набирать высоту без отброса массы, ученым тоже подсказали наблюдение именно за НЛО. Но все же, по мнению профессора Бурдакова, природу появления в небе 3% НЛО современная наука объяснить пока не может. Нам нужен какой-то прорыв в сознании, да, прежде всего. Не столько технологический, сколько вот мы должны понять, что нам надо что-то менять в космической отрасли. Нам надо воссоздавать наше лидерство в космонавтике. Космонавтика начинается, как говорил Королев, с лошади, с ракеты. Вот была сделана эта лошадь, тут и спутник он запустил первый, тут и второй, и третий, и людей, и все такое, значит, и приборы. Но лошадь до сих пор работает, до сих пор пашет лошадь. Конечно, пашет она, но она уже пашет не так глубоко, как требуется в современном мире. Почему мы ведь не на первом месте сейчас? Когда-то вот она пахала так, что нас никто догнать не мог, что мы были первыми. А сейчас уже надеяло на этих ракет в мире столько, что нам надо подумать еще, как нам их всех обогнать. Организации нужна специальная финансирование. Тут надежда на Сколково, потому что Сколково сейчас это очень привлекательный проект. Туда вошли многие олигархи, причем они вошли со своим капиталом, дают просто деньги свои, не требуют ничего взамен. Приглашают туда иностранных специалистов высокого класса. Наше правительство в какой-то степени уже засомневалось в наших способностях, вот в российских ученых. Зря? Нет, не зря. Нам надо показать, что они все делают правильно, но что и мы тоже, как говорится, не только были, но и остаемся рысаками еще. Эта ракета, когда ее сделают, она позволит, я говорю, собрать сверхтяжелую. А это уже для того, чтобы запустить космические солнечные электростанции на околоземную орбиту. И они будут нас снабжать энергией, когда закончится нефть, когда закончится газ, понимаете. Она же будет нужна для того, чтобы захоранивать в космосе, на Солнце радиоактивные отходы. Вы знаете, правительство приняло решение в два раза увеличить количество ядерных блоков на электростанциях, на ядерных. А куда делать отходы? А отходы замуровывать в землю. А вот в космос отправляют, да? А вот в космос отправляют. Мы так там мусорим нас. Вот по последним данным Россия мусорит больше всех. Нет, не больше всех. Больше всех мусорит Америка, конечно. Конечно, они могут сказать, что Россия там. Как в кинофильме «Веселые ребята», помните, кто шумит больше всех. И там показывают эти, на мальчишку, который на дурочке играет. Так и тут можно сказать, что Россия больше всех. 75% всего мусора — это Америка, конечно. Космический мусор размером с 10-копеечную монету, а это чуть больше одного сантиметра, способен обнаружить вот этот прибор. Уникальная разработка российских физиков. Сегодня единственное доступное средство наблюдения за космическим мусором — радиолокация. Но она позволяет следить за обломками больше 10 сантиметров. Все, что меньше, вокруг Земли летает бесконтрольно. Однако даже сантиметровый фрагмент мусора способен повредить и вывести из строя работающий спутник. Объекты эти, несмотря на малый размер, обладают огромными скоростями. Это 10 км в секунду. За счет этого имеют колоссальную энергию. То есть нетрудно посчитать, что там небольшая гайка, весом несколько грамм в космосе. Она имеет такую же энергию, как, скажем, в автомобиле, ковой там на шоссе, движущейся со скоростью 100 км в час. Принцип работы устройства скромничают ученые прост. Солнечные лучи, попадая на мелкие обломки, отражаются. Это отражение и фиксируют специальные датчики, определяя не только местонахождение мелкого мусора, но и скорость движения и расстояние до него. На мониторе можно видеть примеры изображений, которые были получены из космоса в прошлом году. Это кадры звездного неба, на которых хорошо выделяются треки мусора. Вот так выглядит космос на высоте 700-800 км над Землей. Огромное количество спутников. Многие уже давно не работают, став космическим мусором. Специалисты бьют тревогу. Космическая свалка достигла таких размеров, что начала саморазмножаться, дробиться при столкновении. С низких орбит фрагменты постепенно опустятся и сгорят в атмосфере. А вот на высоте больше тысячи километров все это может вращаться вечно. Спрогнозировать, куда полетят обломки, если спутники столкнутся, можно и при помощи законов небесной механики. Когда-то специалисты кафедры астрономии и космической геодезии Томского госуниверситета работали для военного космоса, сегодня для гражданского. Моделируют столкновения неработающих космических аппаратов и даже взрывы, которые также случаются на орбите без участия человека. Аппараты взрываются по той причине, что оставшееся в них топливо может в периоды солнечной активности взаимодействовать каким-то образом с теми корпускулярными потоками вещества, которые идут на Землю в результате этого выброса солнечного. Самая привлекательная и одновременно опасная орбита – геостационарная. На высоте 36 тысяч километров над Землей спутники связи – телевидение. Сегодня это более тысячи искусственных объектов. Из них контролируются лишь 400. Опасность этой орбиты в том, что со временем все недействующие аппараты по законам физики постепенно стягиваются в так называемые точки устойчивого равновесия. И столкновение неработающих аппаратов неизбежно. Основную массу спутников выводили как раз-таки поближе к устойчивым точкам вибрации, потому что это наиболее устойчивые как раз-таки зоны. И получается, что мусор-то как раз-таки туда и стягивается. Сегодня каждый новый старт корабля заставляет баллистиков ломать голову. Известны случаи, когда из-за угрозы столкновения надо было переносить запуски. Однако если способы отслеживать космический мусор появляются, то реальных способов утилизации и очистки космического пространства пока нет. А ведь ближнему космосу требуется срочная генеральная уборка. Наша космонавтика в настоящее время выполняет только информационные функции. Дистанционно-зондирование Земли, радиотелевидение, навигация и так далее. И вот космонавтика должна землян наших из космоса снабжать энергией с помощью космических солнечных электростанций. Вот эта ракета и ничего другого может запустить такие космические солнечные электростанции. Так вы верите в то, что оно у нас будет? Верю, да, верю. Я и занимаюсь этим делом. Таким образом, я сказал, энергетика, то, что сейчас не делается, будет делаться. Транспорт будет делаться, то, что не делается. Потом, значит, безопасность, то, что не делается, будет делаться космонавтикой. И, наконец, технология. Ну, много пишут о космических заводах, о всяких вещах. Первые опыты были сделаны. Например, сказано было, что в невесомости расплавленный металл приобретает форму шарика. Правильную. Такую, которую вот на шарикоподшипниковых заводах даже не получить. А когда Леонову там или другим давали в целлофановый пакет эти шарики, значит, капать, они не успевали охладиться и превращались в таблетки. Но над этим надо работать. Это просто расстояние должно быть не такое, а метров 10-20, чтобы этот шарик прилетел и в застывшем виде уже, так сказать, был как этот самый шарикоподшипник. Да еще и полый, что на Земле вообще сделать невозможно. То есть шарики-подшипники будут очень легкие, из титана, полые шары и так далее. А сейчас на вагонах или дорожных вот такие шары целиковые, а металл внутри, он не работает, это просто вес. Ну и что касается информатики, конечно, информатика будет развернута очень широко. Но вот когда бываешь в Африке, там мне приходилось во всех странах и на всех континентах бывать, и видишь неграмотного бедуина какой-нибудь, который на верблюде едет и разговаривает по мобильному телефону. Он, конечно, не знает, что это такое, кто-то внутри сидит, но знает, что уже можно... Ну что это можно сделать. Что голубинную почту уже держать не надо, и там вот эти вот были голубиные всякие у них, они уже голубей всех съели. Вот и все разговаривают с помощью мобильных телефонов. Это все из космоса. Из космоса можно передавать и программы, и учебные, и всякие другие. И, ну, это вот будет наше будущее, которое даже Жюль Верн не мог себе представить. Это уже сейчас многое есть. То ли еще будет. То ли еще будет, да. Спасибо. Все вот эти пять кластеров, которые составляют организм, будет обеспечить космонавтика, конечно. То, что авиация не может делать, другие техники, других, так сказать, направлений не может делать, космонавтика все это будет делать. И вот мы для этого и работаем. Спасибо, Валерий Павлович. Пожалуйста. На этом у нас все. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго. Русский космос.